Юбилейная 30-я Беренгей стартовала накануне. Традиционно зимний фестиваль начался с детской гонки «Дюлин». В этом году на старты вышло рекордное количество юных каюров, чья упряжка финишировала первой, знает моя коллега Аделина Сиренович. «Дюлин» – это первая ступень в спортивной карьере начинающего каюра. С каждым годом участие в гонках на собачьих упряжках привлекает все больше детей. В этом году 71 юный спортсмен был допущен к старту. Соревнования прошли в двух дисциплинах и трех категориях. Самое большое количество участников собрала категория 12-17 лет. Нарто-спринт – четыре собаки. 30-й забег, скажем так, юбилейная гонка, поэтому вот эта возрастная категория, которая была всегда в меньшинстве, обычно это было 15, не более, а сегодня их ровно 30. То есть как бы так совпало, и мы понимаем о том, что у нас очень много юниоров, которые уже выросли, скажем так, немножко печально о том, что они уходят уже в пролог, в большую гонку, скажем так. Но и радостно то, что количество каюров, которые пойдут продолжать традиции, с каждым годом все больше растут. Интерес растет, и на старт выходят не только дети камчатских каюров, но и гости полуострова. В гонке приняли участие представители Москвы и Приморского края. Дюлин переходит на новый уровень. Тот дух, который мы твердо рассчитываем сохранить, он сегодня пронизывает наше мероприятие. Он привлекает все больше детей и молодежи. А это значит, что главная задача у нас решается. Это значит, что впереди и большую гонку Берингия, и наши северные поселки ждет реальное развитие и реальное наполнение жизнью. Ни один ребенок в этот день не остался без награды. Все участники получили дипломы и памятные подарки. Пятерки лидеров в каждой категории наградили денежными сертификатами. Софье Яганово вручили традиционную нарту за первый результат в номинации «Сохранение традиций». Традиционная, потому что чисто я корячка. Я чисто за традицию, за традицию своего народа. Я хочу, чтобы мои дети знали, какой был у меня народ, какая у нас кровь. Наша Камчатская реакция. Для гостей фестиваля организаторы подготовили десяток площадок. Зажигательная программа с выступлениями творческих коллективов встречала на главной сцене. Дети проходили квесты и получали награду. Все пришедшие могли получить в подарок эксклюзивные открытки. Поставить оттиск почтового штемпеля Беренги и бесплатно отправить открытки в любую точку мира. Мы отправляем открытки нашим туристам по всей стране, которые были в прошлом году у нас на Камчатке, которые приедут еще в этом году и летом, и которые сейчас приезжают на Беренгию. Город Примор-Сахтарск к своей сестре, она камчадалка, но живет там. Так что такая замечательная открытка. Я думаю, что ей будет очень приятно. Сувениры можно было не только приобрести на ярмарке камчатских производителей, но и сделать своими руками в музее гонки. Гости с интересом наблюдали за созданием стеклянных фигур, создавали украшения, принимали участие в играх и викторинах. Зимний фестиваль – это праздник не только для спортсменов, но и для всех пришедших зрителей. Здесь каждый найдет развлечение для души. И даже попробуйте в ролика Юра. Аделина Серенович, Дмитрий Сайников, Вести, Камчатка.